Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 августа, день Ермолая, назван в честь священномученика Ермолая. Ермолай обратил Пантелеймона врача в христианство после богодухновенной беседы. Когда же Пантелеймон был взят на мучение и был спрошен, от кого научился христианской вере, то есть святой, не будучи в состоянии солгат, открыл им имя святого христианского пресвитера Ермолая. Его схватили и привели на нечестивое судилище. На допросе он мужественно исповедал Христа Бога, за что был обезглавлен. Сегодня начинался ранний сбор яблок, а вот есть их начинали только после яблочного спаса. Поспевал ранний картофель, из которого готовились всевозможные блюда. Знахари отправлялись собирать целебные травы, так как считалось, что именно сейчас, после утренней росы, они будут обладать сильными лечебными свойствами. Приметы. Если сегодня мухи кусаются и становятся назойливыми, это к дождю. Лягушки прыгают по берегу пруда или реки, скоро дождь пойдет. Сегодня у нас в меню очень целебное блюдо, пшеная каша с тыквой или оранжевая каша. А в гостях у нас сегодня Надежда Ивановна Плотникова. Доброго здоровьица! Доброго здоровьица! Вы пришли, не спустимы руками, я знаю, что вы любите готовить. Да, я пришла сегодня уже с готовой кашей, приготовленную по вашему рецепту. Обычно я тыквенную кашу готовлю на молоке и на рисе. Сегодня приготовленную по вашему рецепту на воде и просе. И очень много вопросов. Почему? Почему на воде и почему с просом, да? Но давайте сначала разберем, почему именно на воде и не на молоке. Действительно, если использовать кашу на молоке, она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок и белок, а молочный, он не совсем сочетается и с просом. Вот. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашку нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слизь, которая в этом климате сыром, холодном. Вот. Она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать, просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. Рис в первую очередь, он получается обдирной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке риса. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, просе, знаете, оно такое маленькое и обладает рядом таких уникальных свойств. Сейчас я расскажу, какие это именно свойства. Еще древние говорили, что у него вкус сладкий и вяжущий. Свойства горячие в первой степени и сухие во второй. Оно легкое. Что значит такое горячие в первой степени? То есть, когда что-то съешь, вот, например, если рис съели, он особо не, как бы сказать, не поднимает обменные процессы в организме и тем самым особо не разогревает организм. Просто съешьте за счет обменных процессов, которые идут пищеварительные, организм разогревается. Вот это уже ведет к тому, что, как бы сказать, легкий разогрев организма, древний горель, он в первой степени разогревает. Значит, сухое. Раз оно сухое, то оно в воду на себя еще упитывает и тем самым подсушивает. Вот. И за счет сухости оно еще и легкое. Вот. Поэтому оно стимулирует такие жизненные принципы, как сухость, Бог говорит, вот в организме и дает теплоту. Это древние называли еще жизненный принцип теплоты – жалча. Вот. Вот таким вот образом. Это понятно. А в совокупности с тыквой? Ага. Я еще раз скажу. И обладает закрепляющими и высушивающими свойствами. То есть хорошо. Кстати, пшено способствует тому, что хорошо сращивает различные переломы. Если у вас там переломчик есть, накол кости, ну, пошли в голову, вот, споткнулись, упали, там, гипсы и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту, как раз, кашку, которую вы сделали, пшенную с спросом, ее-то и надо будет есть почаще. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков, особенно, знаете, разные бывают на ногах, там, сердечного происхождения и прочее, прочее. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности. Работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня нервите зубы и обязательно потренируйте руки. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok